так я напомню что в прошлый раз мы написали некоторую формулу для конформного отображения полуплоскости верхней полуплоскости на на многоугольную область вот но эта формула ей не так просто воспользоваться потому что параметры которые в ней есть они неизвестны и подлежат определению исходя из геометрических размеров этого многоугольника но тем не менее это все-таки большой шаг вперед потому что мы приходим к каким-то таким конечномерным зависимостям да то есть если общая сдача оба конформном отображении она такая функциональная то есть нам нужно найти функцию из какого-то гигантского совершенно невообразимого семейства здесь все-таки у нас есть это какое-то конечномерное семейство функций которая как раз задается этой формула кристофеля шварца ну кстати говоря для нахождения параметров интеграла кристофеля шварца разрабатываются и до сих пор разрабатываются различные методы мне в частности есть в пакете matlab такой сия стул бокс который разработан был трептиным и дрискалом который позволяет находить сами численно находить сами конформное отображение и в частности параметров интеграли кристофеля шварца вот я напомню что вывод вот этого представления кристофеля шварца он был основан на том что мы можем отражать в сторонах прямого многоугольника сторона стороны используется как зеркало зеркала и это в общем в конце концов дает нам какую-то аналитическую формулу но мы знаем что отражать можно не только в плоских зеркалах но еще и например в в дугах окружности вот поэтому идея шварца была нельзя ли что-то подобное сделать для круговых многоугольников которые ограничены дугами окружности типичный пример какой-нибудь это например это многоугольник в геометрии лобачевского вы знаете что есть модель геометрии лобачевского модель понкаре это диск прямыми в этой геометрии являются окружности ортогональная диску типичный пример и мой лобачевского вот и соответственно многоугольник в такой геометрии это будет в нашем понимании просто круговый многоугольник то есть нагугольник ограничены дугами окружности круговой треугольник ну естественно есть и много других круговых треугольников их класс намного больше чем круговых многоугольников чем класс чем чуть чем класс просто при таких обычных или линейных прямоугольников вот и шварц показал что можно написать дифференциальное уравнение второго порядка через которое которым опять же довольно большая часть коэффициентов будет неизвестно вот но что-то можно в нем определить решая которое можно получить отображение верхней полу плоскости на этот круга на произвольный круговый многоугольник и я напомню что основное такое средство которое вы пользовались в прошлый раз это было вот такое вот выражение f2 штриха делить на f' которая не меняется если f подвергается афинному преобразованию и нам для того чтобы работать с круговыми многоугольниками нужно заменить его на преобразование на некоторое такое выражение из производных для функций которые не меняются если f подвергается дробно линейного преобразования почему дробно линейному потому что отражение в любых супер позиция двух отражений в окружности или инверсии в окружности это забудет дробно линейное преобразование почему так потому что это глобальное преобразование во первых оно действует на всей сфере лимана взаимно однозначная во вторых она она конформная потому что отражение в окружности это конформное преобразование и в третьих она сохраняет ориентацию потому что при композиции двух отражений мы два раза поменяли ориентацию значит наша ориентация в это можно и простой выкладкой показать что если у вас есть две окружности два раза вы сделаете отражение в этих окружностях вы получите дробно линейное преобразование для для точки вот соответственно эту величину она называется прешворциан и она уже сама по себе ин вариант относительно довольно большой части вот этой группы дробно линейных преобразований psl2 а именно относительно линейных преобразований в принципе если мы добавим всего одно преобразование этой единицы на x на то то вот эти линейное преобразование и это единица x на нем породят всю группу дробно линейных преобразований вот и изобретение шварца было в том что вот он немножко видоизменил этот прешворца на получил то что называется шварцан или производную шварца производная шварца выглядит так она записывается как с вот f но те в стук в квадратных скобочках некоторая функция скомпонована из производных сейчас я еще запишу как она выглядит вот это пусть у нас будет прешворца на мы запишем f f1 также записывается вот так f x и x это независимая переменная вот и это вот так выглядит это ну ведь аж лучше таксы нам понадобится после то будет аж значит это аж штрих минус 1 2 аж квадрат такое странное выражение значит если во всей красе это записать то это будет соответственно 2 штриха на f штрих штрих минус 1 2 2 штриха на f штрих в квадрате это то же самое что давайте напишу еще одно выражение это равно но в принципе можно вот так вот сказать что это вот это вот прешворца он у нас тряпка есть да спасибо на самом деле это это логарифм ф штрих логарифмическая производная от производной функции можно вот еще через логарифмическую производную функции дать выражение подставить выражение не есть несколько но в общем страшно даже представить как этом как можно догадаться до такого выражения тем не менее есть совершенно регулярный способ который позволяет получить это выражение и мы знаем уже мы в начале этого года изучали одну величину которая инвариантно относительно дробно проективных преобразований это двойное отношение четырех точек значит если мы будем четыре точки которые участвуют в этом преобразовании это будут значение функции в каких-то близких точках на то в пределе когда эти точки все сливаются в одну конечные разности которые там возникают можно заменять на производные какие-то мы можем получить что-то можем по крайней мере надеяться получить что-то которое что что является проективно инвариантным относительно преобразование функций конечно преобразование функций которые нам важны это вот такие f заменяется на альфа f плюс бета на гамма f плюс дельта где альфа бета гамма это просто некоторые константы но так чтобы детерминант матрицы 2 на 2 был бы нет не равен нулю чтобы это не выражалась там не вырождалась в константу даже да 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 есть значит вы можете вы можете конечно сильно потрудиться подставить вот вместо f подставить вот такое выражение окажется что вот это выражение производные шварца она будет тоже самое да можно поставить единиц да мы знаем что относительно линейных преобразований вот это уже будет инвариант поэтому достаточно в принципе едини для единицы на их проверить но в принципе но но нам интересно понять как это можно догадаться до такого выражения давайте сделаем вот что рассмотрим какую-нибудь точку насчет мы будем вычислять скажем шварца получить мы хотим получить некоторое выражение вот вот такой дифференциальных в точке эта точка может быть например точкой 0 давайте рассмотрим четыре точки разбегающиеся из точки 0 с разными скоростями на то есть от точки в gtt единицы до четырех ты это время какие-то четыре точки и составим двойное отношение это это 0 точке 1 2 3 4 скорости комплексная давайте составим выражение двойного отношения значений функции в этих четырех точках то есть двойное отношение f от в 1 ты в 2 ты в 3 ты в 4 ты что f это функция которых для которой мы хотим посчитать да да с каким-то постоянными скоростями и f это голоморфная функция то есть она раскладывается локально свой ряд тейлора несложно понять чему равно предельное значение при т равном при т равном нулю да совершенно верно это будет просто это будет вот этот двойное отношение просто скоростей понятно вот каждая скобочка которая есть в данном она будет примерно равна производной функции в нуле умножить на скорость нос в первом приближении и но при все эти производные сократятся останутся только скорости вот поэтому давайте от нормируем на на двойное отношение скоростей в 1 в 2 в 3 в 4 в таком случае и мы можем посмотреть это будет величина зависящие от t и она будет естественно инвариантно относительно проективных преобразований f вот так вот оказывается что это равно единица ну потому что мы нормировку такое сделали член по t пропадает а следующий квадратичный член как раз пропорционален шварциану а именно это равно в 1 минус в 2 на в 3 минус в 4 по моему делить на 6 если это проверю на производную шварца нашей функции в нуле что нет ну вот нет это можно это можно 1 т квадрат конечно на т квадрат т квадрат плюс что там а малая по отношению т квадрат дальше дальнейшие члены там ты вполне себе будут то есть в принципе мой отсюда можно это считать может определением шварциана которая уже однозначно будет проективные варианты но конечно нужно посчитать посчитать через производные функции f это величину и сейчас мы это делать не будем да здесь конечно должно быть вот этот множитель он должен быть согласован с определением двойного отношения потому что там есть в разном порядке можно и таскать использовать значит у нас вот это вот равно это в 1 минус в 31 минус в 4 в 2 минус в 3 но в 2 минус в 4 при таком определении двойного отношения будет множитель будет такой но если другое сказать другом порядке в этой точке будет использовать соответственно таки перемешаются вот эти слагаемые скорости перемешаются вот в этом множители это мы давайте докажем на семинаре чтобы не терять темп но по крайней мере мы сейчас запомним чему равна производная шварц и вот и поверим что она не меняется при дробно линейных преобразованиях другое выражение пока нет и это вопрос вычислений в общем некоторых но по большому счету нужно доказать что производная шварц инварианта при замене f на единицу на f потому что все остальные отсюда будут получаться из композиции вот такого преобразования с афинными значит утверждение этого было бы скажем утверждение 1 до утверждение 2 производная шварца нет следующие выражения а кстати эту шестую на все правильно одну шестую не фактор утверждение 2 что производная шварца может быть так еще найдено так здесь множитель по моему минус 2 что ли минус 2 но тоже вычисление которое можно проделать давайте тоже его проделаем на семинаре еще давайте утверждение 3 именно как именно себя ведет производная шварца относительно замены переменных нам мы знаем что обычная производная себя ведет достаточно просто вот это производная шварца похитрее себя ведет а именно если мы им композицию функций смотрим ее производную шварца по переменной z это можно сделать так это аж 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 переменной аж да 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 здесь конечно берется вот как бы функция от аж придется и по ней берется производная шварца потом место аж подставляется а шутцет нет здесь вот да потом умножение это подмет вот после скобки конечно умножение вот это вот используется в теории линейных расслоений равенства интерпретируется условия к циклу которые так и в частности сюда если мы видим что если f это дробно линейная функция то мы можем вычислить дробно шварца на дробно линейной функции он просто равен нулю утверждение 4 f z равно нулю точности означает что f дробно линейная ну дело в том что функции вы можете считать за локальную переменную там где она не равна нулю поэтому ну вообще да то есть z как бы считается что-то переменная призывание вот функции f внешне то есть если вы берете функцию f то собственно вот 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 это вот свойство как раз если у вас f дробно линейная том что мы получаем что f на h производная шварца равно производная шварца вот это будет равна нулю если f дробно линейная функция вот h и остается только вот это равно то есть это более сильное свойство чем чем проективная варианность но показывает как под сказать как как ведет себя шварцан при других заменах не при дробно линейных при произвольной голоморфный замене так вот мы это если будет время что-то докажем в принципе это это какие-то выкладки разной степени длины какие-то из них очень простые значит теперь когда мы вооружились выражением для производной шварца мы можем показать как себя выглядит теорема шварц значит пусть у нас есть какой-то многоугольник ограничены дугами окружности опять же мы будем считать что его что неважно да 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 это я просто так написал чтобы он был похож на евклидов но вообще неважно абсолютно значит будем считать что и его углы меряются в долях и то есть тут и альфа это у нас вершина b и альфа и мы отображаем верхнюю полуплоскость на такой многоугольник так что какие-то прообразы вершин у нас есть там например это b b1 вот и бесконечность переходит в обыкновенную точку на дуге например здесь она между точками 1 и на 2 сейчас 1 значит 1 должно быть здесь дано здесь начинается со 2 3 4 вот значит у нас отображение f и это у нас f от бесконечности таком случае f имеет следующее представление f это отношение двух решений у 1 к 2 для дифференциального уравнения второго порядка следующего вида 2 штриха здесь у нас переменная x здесь пусть переменная w например значит у от икс конечно вот x вот гермет специальный вид у это лишь значит у этого дифференциального уравнения есть два независимых решения это уравнение 2 по линейное уравнение второго порядка у него есть два независимых решения и вот мы берем опять но к сожалению так не образом получается многоугольник с точностью до до проективных преобразований потому что если мы взем другие два решения то не с этими 1 и 2 будут связаны через матрицу размера 2 на 2 соответственно их отношение двух решений будет связано дробно линейным преобразованием это вопрос нормировки опять же что r сейчас я скажу про r от x мы знаем следующее что r от x это сумма эта функция имеющая особенности только я скажу словами вот в прообразах углов то есть точках а1 а2 и так далее а n и в этих точках она имеет не более чем полисы второго порядка причем коэффициент при полисе второго порядка c минус 2 известен а коэффициент при полисе первого порядка неизвестен это вот так называемые аксессорные параметры для уравнения шварца значит сумма по с от единицы до n единицы минус альфа ст квадрат пополам минус а ст в квадрате плюс ст минус а что плюс коэффициент это что ccs это некоторые вещественные константы нет они заранее тоже неизвестно да то есть в этом в этой формуле очень много намного больше неизвестных чем чем форму чем интеграли кристофеля шварца она и понятно что круговых многоугольников намного больше чем чем прямолинейных а z да пардон z x превратилась в z вот так вот кроме того на эти cc есть три линейные связи что они известны альфы известны альфы известны вот они переходят в коэффициенты в старшие коэффициенты ряда лорана этой функции вот то что под под старшим коэффициентом это неизвестно сейчас значит и еще нет это еще не все дело в том что эта функция должна убывать с четвертым порядком на бесконечности и отсюда следует некоторое условие на cs а именно сумма с с тих равна нулю сумма а с тих с тих с тих равно сумме единица минус альфа с тих пополам в квадрате сейчас я проверю где могу ошибиться со знаками сумма а с тих в квадрате с тих с минусом сумма ps конечно если где берется минус и здесь тоже с минусом вот есть значит мы смотрим что если у нас вот этих вот число этих параметров с тих если у нас всего лишь три точки то вот эти дополнительные условия они определяют однозначно параметры cs и соответственно все все параметры определены и если в больше то соответственно возникает проблема определение этих акцессорных параметров вот и как раз в этом случае возникает так называемое дифференциальное уравнение риммана или гипергеометрический который сводится гипергеометрическому уравнению гаусс я думаю мы его подробнее рассмотрим в следующем занятии как раз а если мы не знаем конечно да да что любые 3 можно выбрать до этого вопрос нормировки неизвестно это большая наука не знает ответа на этот вопрос пока что но численно опять же численные методы существуют но они еще хуже чем для уравнения кристофеля шварца то есть ответ как мы видим он как бы есть в принципе это тоже некоторые анзат вот здесь вот нам нужно решать во первых дифференциальное уравнение второго порядка что хуже чем интеграл считать во вторых тут неизвестных параметров больше ну и задача сложнее так что в принципе это ожидаемо значит вот такая теорема теорема шварца так теперь давайте тут доказательства доказательства нам как-то нам все надо я пока это сотру остальное пока стирать не буду значит в принципе идеологически происходит все ровно то же самое что и для интеграла кристофеля шварца то есть функция f по принципу отражения и мы можем ее продлить аналитически через любой вот такой вот отрезок ограниченный прообразами вершин кругового многоугольника до используют принцип отражения вот причем если мы будем продолжать через разные отрезки это мы будем получать разные продолжения которые те друг с другом тем не менее будут связаны дробно линейно дробно линейно понятно почему потому что если мы продолжаем через эту сторону мы отражаем наш многоугольник в этой стороне через другую сторону продолжаем то отражаем другой стороне и компа чтобы перейти из этого многоугольника в этот нам нужно выполнить два отражения в окружностях два отражения в окружностях дают нам как раз дробно линейное преобразование то То есть, в принципе, вот это вот F, ее можно продлить по любому пути, который не проходит через точки ветвления этой функции, через А отжитые. Мы всегда что-то получим, получим какое-то голоморфное продолжение. Но различные ветви этого продолжения, различные значения, которые мы будем получать, они связаны друг с другом при помощи дробнолинейных преобразований. Соответственно, давайте рассмотрим производную Шварца от функции F. Мы знаем, что как раз эту неоднозначность производная Шварца убивает. Тем самым Шварцан функции F – это однозначная или гологоломорфная функция в дополнении к этим особенностям. Я напишу C, и даже на бесконечности она тоже будет голоморфна. Да, поэтому я напишу C с чертой и без А1, АН. Однозначная голоморфная функция. Остается, чтобы определить эту функцию, нам нужно знать асимптотики Шварцана вблизи вот этих всех проколов. Вот эти точки мы выкалываем, они называются проколами. Но это функция однозначного характера, поэтому если мы найдем асимптотику, то мы можем найти и функцию, или хотя бы часть ее. Нет, на пересечении будут в нижнюю полуплоскость. Они будут различны. Вы можете потом обратно из нижней полуплоскости продлить вверх, то есть вы можете, например, продлить по такому пути. И вы придете вовсе не к F, не к функции F, а к функции дробнолинейной от F-зависящей. Что? Потому что два отражения в окружности дают вам всегда дробнолинейное отображение. Вот теперь, значит, что мы будем делать? Давайте рассмотрим вот какой-то такой клюв. Ну, будем считать, что альфа не равно 0, 1, не целое, 2. Потому что касающиеся окружности вполне себе допустимы в данном случае. То есть в многоугольнике этого не бывает, если точки конечные. А в этом таки бывают. Мы можем сделать вот что. Мы можем подвергнуть наш многоугольник подходящему дробнолинейному преобразованию. Сейчас я скажу, какому. Такое, что он эти дуги окружности будет выпрямлять, сразу две дуги, будет выпрямлять в отрезке прямых. Как это сделать? Значит, вот если у нас есть две окружности, пересекающиеся под ненулевым углом, то они пересекаются еще в какой-то точке. Вот эта вот точка у нас B, а это какая-то еще точка C. Она не равна B. Давайте, пусть у нас наше дробнолинейное преобразование вот эту точку C отправляет на бесконечность. Таких преобразований много, но мы можем взять какое-то из них. В таком случае точка B перейдет в какую-то конечную точку B'. Но зато наши вот эти дуги станут дугами, проходящими через бесконечность, а значит, это будут просто прямые. Вот, 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 вот две дуги. Это стороны, это соседние стороны кругового многоугольника. Вот он. Значит, ну, получается, что вот что-то, вот такая картинка, дробнолинейное преобразование будет выпрямлять конкретно эти две дуги. Остальные, они так и останутся дугами, оно их не выпрямляет. Что? Да, C отправили на бесконечность. Да, вторую точку пересечения отправили на бесконечность. То есть, C' вот, C' равно бесконечности. Вот это вот дробнолинейное преобразование L. В таком случае, что мы видим? Мы видим, что L на F это есть преобразование, которое локально, вблизи точки B, вблизи какой-то точки A соответствующей, соответствующим номером, оно полуплоскость сворачивает в такой, в конус, в угол, в прямолинейный угол. А симптотику пришварца, но для таких мы знаем. Мы и в прошлый раз ее изучали. Поэтому, на самом деле, производная шварца от функции F она такая же, как производная шварца для этой функции LF. Производная шварца для функции L на F. Да-да-да, потому что шварцан инвариантен относительно композиции с дробнолинейными преобразованиями. А для этой функции мы знаем асимптотику прешварца. Мы знаем, что прешварца, H, пусть вот это вот равно F1. В таком случае мы знаем, давайте из сотру эти штуки, что F1, два штриха делить на F1, а вот это, что называется H, F1 штрих. Вы можете посмотреть ваши конспекты. Эта штука имеет простой полюс. Альфа минус 1 делить на X. Значит, на X, да? На X. Ну, это предположение, что A равно 0. Мы здесь нормировали, чтобы не таскать все эти дополнительные константы. Нормировали, нормировали, что A равно B равно 0. А, то есть я понимаю, что мы сейчас скажем, что бушкофициана и бушкофициана точнее флешки должны совпасть в ответственной точке? Нет, 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 нет. Плюс голоморфная часть. Голоморфная, голоморфная функция. То есть для вот этой функции F1, которая является композицией нашего F с подходящей другой линией преобразования, расправляющей локально дуги, вот это, например, Шварцан, и мы имеем вот такой линии. Соответственно, Шварцан, получается, как? Мы должны прямой продифференцировать и добавить, и вычесть половинку квадрата. Значит, мы посмотрим, какая асимптотика у Шварцана. Значит, что нужно? Нужно эту функцию продифференцировать. Продифференцировать. Мы получаем альфа минус 1 на Х квадрат с минусом, плюс голоморфную часть, ну, голоморфную часть я потом добавлю, да, минус 1 вторая квадрата. Альфа минус 1 делить на Х в квадрате плюс единица на Х множить на какую-то голоморфную функцию. К сожалению, мы ее не можем контролировать, мы не знаем, чему вот это равна голоморфная функция. Почему она здесь на Х? Потому что, когда вы вот это вот возводите в квадрат, у вас получается квадрат этого плюс удвоенные произведения, а удвоенные произведения как раз голоморфная функция, деленная на Х, плюс голоморфная функция, но ее можно записать все в этот член. Вот, равно. на Х квадрат, а вот то, что здесь происходит, это что? Это альфа минус 1 за термой, альфа минус 1, нет, альфа минус 1 можно вынести здесь за скобки. Альфа минус 1, а здесь получается умножить на минус 1, минус 1 вторая, на альфа минус 1. и это должно быть 1 вторая типа на альфа плюс 1, так? Вот так. или минус, сейчас, секундочку. Неправильно? Неправильно. Альфа квадрат минус 1 пополам. Почему? Правильно. Альфа квадрат минус 1 пополам должно быть. Значит, давайте это я перепишу. Так вот, альфа квадрат, альфа квадрат минус 1, 2х квадрат. То есть, главный член находится, он находится из углов, а вот остальные члены, к сожалению, это более тонкая вещь, они таким рассуждением не выхватываются. Они вообще глобально зависят от особенностей во всех остальных точках. То есть, это некоторая вещь, связанная с монодромией. Сейчас я объясню, что это такое. Чуть-чуть позже. Там же был минус 1, 2. Альфа квадрат. Минус-то был, но он второй раз там минус появился из-за вот этого. Не, я имею в виду, альфа квадрат. здесь со знаком минус, а здесь он входит со знаком минус. Может, он единица минус альфа был? А, пардон, нет, нет, сейчас я секундочку. Альфа минус 1. Сейчас еще раз. Вот это правильно. Значит, дифференцируем. Альфа минус 1 минус 1 на s в квадрате. Это тоже правильно. Минус 1, 2. Альфа минус 1 в квадрате на x. Значит, альфа минус 1 мы выносим. Остается минус 1 минус альфа пополам плюс 1, 2. То есть, плюс 1, 2, минус 1, так вот. Остается минус альфа плюс 1. Альфа квадрат минус 1 минус альфа на 1 плюс альфа. 1 минус альфа квадрат. 1 минус альфа квадрат на 2x квадрат. Так? Вот это правильный ответ. Здесь получается единица минус альфа квадрат. Значит, плюс чего-то голоморфное, деленное на x. Голоморфное, деленное на x. Это голоморфное соответствует вот этому голоморфной добавке. Нет. Да-да-да, потом они... Совершенно верно. То есть, мы видим, что это выражение имеет полюса второго порядка. Поэтому, если... Значит, и эта голоморфная функция начинается с какого-то c, cк-т. То есть, если мы это все вычтем, соответственно, главные части особенностей, то мы получим что-то везде голоморфное. Остается проверить только, что происходит на бесконечности. Правильно? И вот, оказывается, что на бесконечности у нас получается все совсем уж хорошо. А именно... Так, это я стираю. То есть, вот какие-то константы. То есть, локально наш шварцан ведет себя ровно так же, как вот эта рациональная функция вблизи точек а.с. Ну, с неизвестными константами. Вот. Опять же, мы знаем, что при помощи подходящей дронолинейной преобразования, мы можем выпрямить эту сторону. И в таком случае пре-шварцан вот для этой вот L на F равно F1. Нами считался, опять же, в прошлый раз. Значит, H равный F1 2 штриха на F1. Он был равен минус 2 делить на x. В один штрих, да. Сейчас, сейчас, только. X или X квадратно. Что это за счет? Или в два штриха на F1? Нет, плюс голоморфная часть, конечно. Это мы вот сидим в окрестности бесконечности. Голоморфная в бесконечности, да. То есть, там разложение по единице x квадрат и так далее идет. Вот. Давайте напишем, что здесь α делить на x квадрат. α делить на x квадрат плюс и так далее. Потому что, оказывается, что этот член тоже сокращается. Так, значит, что мы смотрим? Ну, смотрим, что шварциан, вот F. Он такой же, как шварциан для F1. Альфа, да, я плохо сказал. Ну, пусть гамма. Какой-то коэффициент. Там какой-то следующий коэффициент есть. А что он что? Он возникает дифференцированием этого. Минус 2 на x квадрат. Минус 2 гамма на x куб. Плюс члены более высокого порядка. Минус 2 на x квадрат минус 7. Сейчас, секундочку. 2x, да, минус должен уйти. 2 делить на x квадрат. Все правильно. Значит, минус половинку от квадрата этого выражения. Квадрат этого выражения содержит 4 делить на x квадрат плюс удвоенное произведение минус 2 гамма на x куб. И плюс члены более высокого порядка, то есть O большой от x четвертой. Вот так. Тогда это я стираю. Мы S считали вот в этих точках. А теперь мы считаем на бесконечности. То есть какая идеология? Мы ищем разложение в особенностях. Оно получается алгебраическое, простые полюса. Мы вычитаем ровно такие особенности. Получается, функция голоморфная везде. Мы хотим показать, что это равно нулю. Для этого нужно понять, что у нас на бесконечности происходит. Если функция голоморфная везде еще и на бесконечности убывает, то это только ноль. Так, значит, это равно... Вот мы видим, что члены порядка минус 2 и минус 3 все сокращаются. Как это ни странно. То есть это x в четвертой минус 4 и так далее. Это в окрасности бесконечности. Я еще раз говорю. Какая логика? Мы сначала исследуем... Мы видим, что наша функция, она однозначная на сфере с проколами. Мы ищем асимптотику. Оказывается, что она ведет себя как полюса второго порядка. Если мы вычтем главную часть везде, мы это можем сделать и в явном виде вот таким образом, вычев вот такие функции. Вот это вот f это уже с учетом вычитания. Где? Вот то, что вы здесь пишите, h и s и f. Это уже с учетом вычитания. h? Нет, нет, это без учета вычитания. Значит, наш шварциан ведет себя вот таким образом. Это я вычитаю шварциан на бесконечности. Асимптотику шварциана на бесконечности. Тем самым мы видим, что это функция, убывающая на бесконечности. Эти тоже все функции, убывающие на бесконечности. То есть, в целом мы получили голоморфную функцию, убывающую на бесконечности. Это значит, что это просто ноль. Значит, наше представление имеет... То есть, наша шварциан – это рациональная функция. Вот такая вот. Тем самым мы получили, что s... Смотрите. Значит, s от f – это рациональная функция. Вот это вот. Хорошо, значит, смотрите, еще раз. Логика. Какая логика в этом происходящем происходит? Нам известно... То есть, поначалу мы про функцию вообще ничего не знали, да? Потом мы узнали, что эта функция, если мы вот так вот обходим вокруг проколов по каким-то путям, то она заменяется на дробнолинейную функцию. Значит, теперь мы рассматриваем шварциан от этой функции. И мы получаем, что этот шварциан будет однозначной функцией на прокол этой сфере. Теперь мы хотим получить представление от этого шварциана. Мы ищем асимптотики вблизи каждой точки прокола и на бесконечности. Значит, вблизи каждой точки прокола нам дает вот... Что асимптотика шварциана такая же, как вот эта вот. Асимптотика этой рациональной функции. Если мы из Шварциана нашего вычтем эту рациональную функцию, то мы получим что-то голоморфное везде. И на бесконечности, стремящееся к нулю. Потому что мы нашли асимптотику на бесконечности. Значит, это в точности 0. Значит, наш Шварциан имеет вот такой вот вид. Да-да-да, это асимптотика на бесконечности. Сейчас мы-то к этому вернемся еще. Шварциана. Нет-нет-нет, это асимптотика Шварциана на бесконечности. А, понятно, что это, в принципе, да. Вот, да. Да-да-да. Нет, ну уж вы... И отсюда следует, что Шварциан и совпадает с этой функцией R, с этой рациональной функцией. Но! Значит, при произвольных константах асимптотика этой функции, конечно, не x-4 на бесконечности, да? По крайней мере, да, асимптотика этой, вообще говоря, какая-то x-2, а это и вообще x-1. Да, поэтому нужно понять, какая асимптотика каждой из этих функций на бесконечности и, так сказать, добиться того, чтобы асимптотика была именно, начиналась со члена x-4, отсюда как раз и получаются эти три равенства. То есть это убивает асимптотику x-1, это асимптотика x-2, это асимптотика x-3. А конкретно почему эти выражения получаются? Сейчас я расскажу, да. Значит, у нас единица на x-a, это что такое? Единица на x на единица плюс... Да, конечно. Нет, мы знаем, что у Шварцана асимптотика x-4, значит, и у это должна быть x-4. Значит, константы не могут быть произвольными. Нет, это равенство мы уже установили. Да, это та же идея, только там у нас не было этих добавочных констанций. Асимптотики на бесконечности там были согласованы из-за того, что сумма углов в многоугольнике равна n-2 на π. И поэтому они уже были согласованы. Или можно сказать, что это способ доказательства того, что сумма углов в многоугольнике равна π на n-2. Вот, а единица на x-a в квадрате, а единица на x-a в квадрате. Собственно, можно вот эту просто возвести в квадрат, да? Это единица плюс 2а на x плюс а квадрат делить на x-квадрат плюс 2а квадрат плюс 3 и так далее. Вот, значит, теперь подставляя вот вместо каждого этого асимптотику ее на бесконечности, мы видим, что для того, чтобы сократился член с x-1, значит, у этой членов x-1 нету, а у этой они равны как раз cst. Значит, сумма cst должна быть равна нулю. И это убивает член с x-1. Значит, утверждается следующее, что константы в этой рациональной функции непроизвольные. Они должны быть такие, чтобы обеспечить асимптотику x-4 на бесконечность. Вот, значит, мы просто выписываем асимптотику каждой из этих входящих в нее функций на бесконечности. Вот эти асимптотики выписаны. Мы видим, что у этих функций асимптотики членов x-1 просто вообще нет, а у тех он просто равен коэффициенту, который стоит здесь. Поэтому сумма коэффициентов должна быть равна нулю. Это убивает члены x-1. Значит, члены x-2. Здесь они таки появляются. x-2, вот он равен единице. Значит, сумма всех вот этих коэффициентов, сумма всех этих коэффициентов, вот она, плюс асимптотика на бесконечности, это будет cst умножить на ас. Должно быть равно нулю. Ну и, наконец, кубический член. Значит, x-2, x-3. Значит, кубический член в восемь точке убивается, если выполнено вот такое равенство. Нет, третья степень нам не нужна. Здесь у нас нет третьих степеней. В смысле, вы имеете в виду x-3, что ли? Какие? Вы смотрите, мы подставляем вот это вот равенство вот сюда вот и суммируем по s и выписываем члены при x-1. Плюс это, почему не будет? Здесь вот этот вот член дает третью степень вам. Как же нет-то? Он как раз и используется. Так. Теперь. Кроме того, эта функция должна быть вещественная. Почему? Потому что мы можем нашу функцию f опять же скомпоновать с подходящей дробной линейей так, что любой вот такой вот участок выпрямится в кусок вещественной оси. То есть функция, мы можем считать без потеряностей, что функция f на вещественной оси вещественная. Поэтому, если мы вычисляем все производные на границе, то они все должны быть вещественные. То есть вот эта вот функция должна быть вещественной. А у нас же еще раз в комплексе. То есть константы не могут быть комплексными. То есть вот в этом равенстве эту часть мы знаем полностью. Она определяется углами. А вот эта часть неизвестна. То есть пока что мы показываем, что это некоторые константы, которые лишь удовлетворяют вот таким соотношениям. Правильно? Значит, смотрите. Утверждается, что на самом деле они еще и вещественные. Не-не-не-не. Они всегда будут вещественные. Они всегда будут вещественные. Значит, нет, секундочку. Значит, почему так? Давайте рассмотрим любую сторону нашего многоугольника. Можно подобрать, опять же, дробнолинейную функцию, которая ее распрямляет и переводит в кусок вещественной оси. Если мы будем F вычислять, Шварцан для F и для композиции, если дробнолинейная функция, то Шварцан не изменится. То есть по существу мы можем считать, что функция F сама по себе вещественная на вещественной оси. F вещественная функция на вещественной оси. И значит, все эти производные будут вещественные. Значит, эта функция должна быть вещественная на вещественной оси. Это может только быть в том случае, когда константы вещественные. мы сделаем чтобы любая из этих прямых мы можем подходящим дробно линии преобразования перевести в кусок вещественная шварцан от этого не изменится шварцан не изменится поэтому на самом деле можем считать при вычислении шварцана мы можем считать что функция у нас вещественные на вещественные да функция все это значит у нее все все производные вещественные и шварцан вещественный то есть вот эта функция на вещественной оси должна быть вещественная это означает что констанция c на самом деле чисто вещественно нет нет все все величины которые входят в шварцан это производные функции все эти производные будут вещественными не смотрите если у вас есть фу значит если у вас есть функция f голоморфная функция и на вещественной оси она вещественная я смотрите что значит вот на санта на самом деле это очень выполнено намного более сильные свойства а именно такое свойство вещественной симметрии мы Моё маленькое утверждение отдельное. Функция f голоморфна, скажем, в окрестности нуля. Это неважно, мы можем любую точку. И кроме того, f от t принадлежит вещественным числам, когда t само вещественное. То есть на вещественной оси в окрестности нуля оно вещественное. В таком случае я утверждаю, что f удовлетворяет такому свойству симметрии. Что если мы отразим аргумент и возьмем функцию, то это то же самое, что взять функцию и отразить значение. Она будет перестановочна с комплексным сопряжением. А именно f от z с чертой равно f с чертой от z. Доказательство в одну строчку. Давайте рассмотрим функцию h, равную f с чертой от z с чертой. Вот так вот. Это функция голоморфная, потому что это композиция двух антиголоморфных функций. Это голоморфная функция. Кроме того, на вещественной оси она тождественно равна нулю. Значит, у нас есть точки накопления нулей, значит эта функция тождественно равна нулю. То есть эти две функции, они обе голоморфные, совпадают на слишком большом множестве. Значит, они просто совпадают вообще везде. Везде, где функция f голоморфная. Ну и в частности, все производные функции f в точности будут тоже вещественными. Ну и все коэффициенты в ряде Тейлора, они будут все вещественные. То есть достаточно, чтобы функция была вещественная на вещественной оси, и тогда все это будет хорошо выполнено. Ну, дело в том, что эти-то вещественные уже, правильно? Ну, вообще, в принципе, если у вас есть рациональная функция, и она вещественная на вещественной... Ну, давайте сделать... И все, а я вещественные. Хорошо, смотрите. Вот давайте вот это свойство использовать. Если функция вещественная на вещественной оси, то она выполняется вот это вот свойство. Значит, давайте это все сотру уже, я думаю, нам тут почти что ничего не надо. Мы как-то перешли в стадию дискуссии. Ну, смотрите, значит, если у нас... Я утверждаю следующее, что если функция рациональная, любая, вещественная на вещественной оси, то все ее коэффициенты вещественные. Нормально? Отсюда будет следовать? Значит, выполняем... Значит, я проверяю выполнение свойства, что f от z с чертой равно f от z с чертой. Это свойство, мы знаем, оно следует из того, что функция просто вещественная на вещественной оси. Голоморфная функция. Теперь, если у нас f, это равно сумма цкатых z в степени катых, делить на сумму... Там, что у нас... Дкатых, например, z в степени катых. Ну, суммы могут быть по разной длине, может быть одна, не важно. Значит, что такое f? f от z с чертой равно сумма цкатых z катых с чертой в степени к на сумму дкатых z катых с чертой в степени к. И это должно быть равно f от z катых с чертой... f от z с чертой. А при общей черте мы получаем коэффициенты с коэффициентами. Значит, сумма цкатых с чертой z катых с чертой делить на сумму... f в степени к, да. d катых с чертой с чертой на z... z катых с чертой в степени к. Но поскольку коэффициенты определяются однозначно с точностью до умножения... Нет, скажем так, их можно сделать... На самом деле, в рациональной функции их можно сделать... Понятно, что коэффициенты можно домножить на i, например. Когда они будут чисто мнимые и в числителе, и в знаменателе. Нет, нет, это не ряды, это конечные суммы, во-первых. А во-вторых, означает, что вот если мы сопряжем... Значит, z катых с чертой, это будут новые переменные, считайте. Мы получаем функции, которые везде совпадают. Вообще, во всей комплексной плоскости. Отсюда будет следовать, что... Скажем так, что... c1 c катая... d1... Отношения, да. Дело в том, что в рациональной функции коэффициенты определяются лишь с точностью до умножения... Вы можете числитель и знаменатель умножить на 10, например, или на i. На i. В проективном смысле они вещественные. То есть, после домножения на какую-то подходящую константу, вы можете сделать их вещественными. Нет, если у вас есть две совпадающие рациональные функции, то означает, что наборы их коэффициентов просто совпадают в проективном смысле. У этой функции набор коэффициентов ck и dk, а у этой c с чертой и d с чертой. Значит, они при подходящем нормировании будут просто вещественными. Да. Значит, смотрите, у вас есть кусок вещественной оси. Функция f переводит ее в дугу. Правильно? Это функция f. А функция l переводит в кусок вещественной оси. Значит, композиция этих функций... То есть, вы сначала используете f, потом l. Она переводит кусок вещественной оси в кусок вещественной оси. Значит, она вещественна на участке вещественной оси. Композиция вещественная. Композиция вещественная. Дело в том, что шварциан для f и для композиции f с дробной лейной функцией он будет одинаковый. Вы вычисляете шварциан для композиции и приходите к выводу, что он вещественной. Значит, он был вещественной для начальной функции. Да. Почему если шварциан вещественный, то функция вещественная? Это я не знаю. Нет, функция может быть и не вещественная. А, если шварциан вещественный, то функция у нас может на дугу такую переводить. И естественно, что значения на такой дуге не будут вещественными. То есть, мы тут только про шварциан разговоры. Шварциан вещественная. А, спасибо. Нет, фу. Я думал. Функция будет вещественной после ее композиции с подходящей дробно-линейной. А шварцан, в смысле, сама-то функция, конечно, не вещественная. Да, да, да. Ответ у вас квадрат есть. Здесь еще раз более высоко. Так, все. Сколько у нас осталось до конца? Осталось 17 минут. 17 минут. Ладно, тогда сейчас я покажу, как решать вот это. А, подождите. Мы же еще не закончили. Это только мы r выписали. Так как раз… Мы же сейчас еще уравнение… Да, да, да. Мы же сейчас еще уравнение… У нас получается, что шварциан равняется r от x. Да. Мы пока что знаем, что шварциан равен вот иррациональной функции, в которой мы знаем только часть параметров. А часть параметров мы не знаем. Иногда мы знаем все параметры, например, когда у нас есть всего три точки. Когда мы отображаем на круговой треугольник. Тогда мы знаем все параметры. Потому что c, s, t и определяются у нас из этих трех условий. А три а, s, t мы можем просто нормированием загнать, например, в 0, 1 и бесконечность. Ну, правда, вот это вот рассуждение, оно бы работало только, когда ни один угол не отображается в бесконечность. Ну, ладно, это можно расширить. Значит, как решать уравнение Шварца? Вот это вот, что шварциан функции вот равен какой-то, равен чему-то. Значит, это можно свести к уравнению, к линейному уравнению второго порядка. Мы знаем, что уравнение Шварца, оно относительно f нелинейное, оно выглядит довольно неприятно, но тем не менее. Для этого мы вспомним одно из представлений Шварциана, которое содержит корень. С от f равно минус 2 корень из f штрих 2 штриха на корень из f штриха. Такое вот представление имеется. Ну, это как раз проверяется буквально в одну строчку, что-то с того, как мы это продифференцируем, мы получим как раз форциан. Значит, теперь давайте введем здесь новую переменную. А именно, да, единицы на корень из f штрих — это новая переменная u от x. Ну, в таком случае мы сразу получаем замечательную. Значит, наше уравнение s, вот, f равно r от x, да, как перепишется, что u 2 штриха минус 2u штриха на f штрих, деленное на u, вот так. Домножая на u обе части, мы получаем, что u 2 штриха плюс 1 вторая r от x u, ну, u от x, конечно, равно 0. Ну, получается вот замечательное уравнение, замечательное уравнение второго порядка. И оно принадлежит к так называемому классу Фукса. О нем я хотел поговорить отдельно, но, наверное, уже не сегодня. Класс Фукса означает, что все коэффициенты при u штрих и u 2 штриха составлены так, что решение этого уравнения при приближении к особенностям растут не быстрее, чем степенным образом. Все точки, все особые точки, а это будут полюса функции r, точки a1, a2, это особые точки этого уравнения. При приближении к ним любое решение, а их всего два независимых здесь, да, оно будет расти не более чем степенным образом. И это достигается за счет того, что r имеет полюса только второго порядка. То есть, в общем случае, если у нас еще есть член с производной, то при члене с производной должны быть полюса не более первого порядка, а при свободном члене должны быть полюса не более чем второго порядка. Это вот условия Фукса. Вот, и это много что упрощает. Значит, что делать дальше? А, да, я напомню, что у нас единица, что наше f штрих равно единице на u квадрат. Значит, у решения уравнения такого, то можно получить f штрих просто интегрированием такой функции, но можно сделать проще. А именно, можно взять два решения, понятно? У него есть два независимых решения. Они, конечно, будут многозначными. То есть, у нас вот есть точки уветвления, и мы хватаем какое-то решение, оно обходит вокруг по любому пути, возвращается сюда, и оно переходит в какую-то линейную комбинацию двух фундаментальных решений этого уравнения. У него есть два независимых решения. И любое третье решение будет линейной комбинацией этих двух. Так вот, оказывается, что f это просто u1 делить на u2. При подходящем выборе u1 и u2. Как это понять? Сейчас я объясню. Значит, дело в том, что у нас есть два решения. Пусть это как раз решение u1 и u2. Значит, можно составить их вранскиан. Это u1, u2, u1' u2'. Вот такой вот детерминант, называется вранскианом. И динамика этого вранскиана, то есть его зависимость от независимой перемены, она связана с интегрированием коэффициентом при у штрих. Вопрос. Такой, у вас был курс обыкновенных дифференциальных уравнений? То есть в другой вранскиан вы знаете? Да. И уравнение обыкновенной дифференциальной от комплексного аргумента тоже знаете? Начинаете, хорошо. Это u1 и u1. Это u1. Да, это то же самое u1. Давайте я так сделаю. Так, так лучше. То есть этот вранскиан, он в данном случае будет просто постоянен. И мы можем растянуть... Что? А почему он будет постоянен? А потому что нет члена при у штрих. Ага. Ну, смотрите, смотрите, что такое дубль в штрих, это что такое? Это у1 штрих у2 минус у2 штрих у2. Это правильно. Это формула Леувилля. Что? Ну, давайте мы ее быстренько выведем, потому что она совсем простая. у1 штрих у2 минус у2 штрих у1. Правильно? Там член, так сказать, с 1 сократился. А теперь вместо у2 штриха мы поставляем ру. Равно 1 вторая r от х на у1 у2 минус у1 у2. Равно нулю. Краткий вывод. То есть, если бы здесь что-то было, то мы получили бы понятную динамику. Что? Что? А, минус. Минус. Ну, все равно тут, все равно ноль. Какая разница? Ну да. Все равно ноль. То есть, у2 штриха я просто подставляю из уравнения, и поскольку у нас отсутствует член с первой производной. Что? Значит, почему единица? Дело в том, что если мы растянем второе решение, оно у нас есть, например, у2 у нас есть. А у1 мы можем растянуть, например, в пять раз. Тогда этот детерминант тоже растянется в пять раз. И если он был, например, 1,5, то после такого растяжения он станет единицей. То есть, это вопрос выбора второго решения. Очень хорошо. Теперь давайте рассмотрим у1 делить на у2 штрих. Равно. Ну, я скажу так, что это францкиан делить на у2 в квадрате. У1 штрих. Так. У1 штрих. Это минус францкиан. Это минус францкиан. Сейчас у1 у2 штрих. Значит, здесь нужно у1 штрих у2. У1 штрих у2 с минусом. Минус францкиан. У2. То есть, это минус единица на у2. 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 У2 в квадрате, да. У2. Он поставлен. У2. 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 Это минус в квадрате. Ну, хорошо. Сейчас. Давайте. Пусть будет минус единице. Пусть будет минус 1. Ну. Нормируем. У2. У3. производная растянется в то же число раз и вы эту константу детерминанты вытаскиваете у вас первая строчка растягивается в 15 раз например на детерминант по срочкам линеен так поэтому давайте сделаем так равно и в штрих поэтому этот отличается от f на константа то есть вопрос то есть по сути нам f f f вообще говоря если то есть если мы будем брать вместо у 1 и у 2 какие-то произвольные решения мы получим лишь дробно линейную функцию от нашей получаем проективное преобразование нашего прямо многоугольника нет значит вопрос такой что будет если мы вместо вот этих специально подобранных у 1 и у 2 возьмем какое-то другое какие другие ну любые два других связаны с этим при помощью некоторые матрицы 2 на 2 и если мы вместо наших у 1 и у 2 подставим любые два другие у 1 и у 2 то вот это вот f которые мы нашли таким образом она просто подвергнется проективного преобразования снова будет скомпонована с дробно линейным как бы она сильно не попортит наш в проективном смысле наш наш многоугольник останется тем же самым то есть если как бы проективное движение мы не считаем зачем за что-то плохое то в принципе можем брать любые два решения этого уравнения и и брать их отношения ну да ну что что получается что если вы кэф добавите кэф добавите константу вы просто сдвинете ваш прямоугольник я говорю чтобы при этом конструкция дает не только сдвиги она дает вообще про и все проективное преобразование но сдвиг означает что вам нужно здесь вместо у 1 взять у 1 плюс что-то на у 2 то есть чуть-чуть под вы можете подправить я же не говорю каким образом вы вы берете у 1 1 тоже достаточно большой выбор у 1 при подходящем выборе у 1 и у 2 вы получите в точности то что вам нужно да если вы ошибетесь в выборе базиса решений вы получите так сказать композицию того что вам нужно с проективным преобразованием так на этом наверно закончена что еще три минуты есть а ну в следующий раз я думаю все таки мы может быть рассмотрим это про про фукс его уравнения поговорим во первых а во вторых мы рассмотрим вот это вот уравнение вот это типа шварца с тремя особыми точками когда у нас нет проблемы аксессорных параметров это в точности вопроса отражение на круговые треугольники например на идеальный треугольник не такие дифференциальные простое уравнение на самом деле это уравнение гаусса гипергеометрическая что не мы в на вовсе говорю как это как это редуцировать просто формула намного более простые частности для уравнения гаусса там в в явном виде выписывается монодромии его